Неординарная ситуация складывается в Анжеро-Суджинске, где группа санитарок отказывается подписывать заявление о переводе их из санитарок в уборщицы. И администрация больницы, исчерпав все свои резервы, подключила для давления на санитарок полицию и мэра города. Вы удивлены? Но все по порядку. Система здравоохранения в России складывалась десятилетиями, и медицинские работники делятся на четыре большие категории. Это санитарки, медсёстры, фельдшеры, акушерки и врачи. И вот в 2012 году в своих указах президент смешал три категории в одну кучу и сказал, что это амбициозные задачи, их надо выполнять. И медицинские чиновники без возражения стали выполнять эти амбициозные задачи, тем самым разрушая систему здравоохранения. Итак, к чему это привело? По статистике, которую представил Росстат, количество медицинских сестер, а также санитарок за последние пять лет уменьшилось более чем на полмиллиона. Спрашивается, кто же ухаживает за пациентами в больницах? Ведь все эти медицинские чиновники тоже учились в институтах и знают, что мало провести какую-то сложную и успешную операцию. Надо ещё и выходить этого пациента после операции, потому что он может осложниться пролежними нагноившимися или гипостатической пневмонией. Но амбиции президента надо выполнять, и медицинские чиновники плюют на то, что система здравоохранения рушится. Представляете, против кого восстали вот эти санитарки из Анжера-Сужинска? Естественно, это шахтёрский город, естественно, есть шахтёрская закалка. И чувствуя, что ФНПРовские карманные профсоюзы стоят в стороне, санитарки вошли в профсоюз действия. Это такой межрегиональный профсоюз медицинских работников России. И сейчас ведут борьбу не только с медицинскими чиновниками, но и со всем аппаратом административным города Анжера-Сужинска. И так повторюсь, сейчас медицинские сёстры испытывают давление от полиции этого города, а также от мэра города Анжера-Сужинска. Санитары, которые привыкли ухаживать за пациентами, стали выдёргивать прямо с дежурства и доставлять в полицию. Вменяют им следующее. Первое. Несанкционированные уличные акции. Второе. Захват кабинета главам врача. И третье. Самое ужасное. Это разглашение истинных зарплат медицинских чиновников в их больнице. Администрация города Анжера-Сужинска настолько боится санитарок, что митинг, который всё-таки разрешили провести, они назначили на 7 часов утра и на окраине города. Вот в таких условиях находятся санитарки. Но они не сдаются. Сейчас речь идёт о голодовке. То есть они готовы рискнуть своим здоровьем, но отстоять свои права и положить конец хотя бы в своём городе разрушения системы здравоохранения. Санкт-Петербургское отделение Межрегионального профсоюза действия выражает свою солидарность в борьбе санитарок и просит всех неравнодушных поучаствовать в наших акциях. Давайте не допустим голодовку, либо сократим её время. Итак, мы предлагаем. Во-первых, обязательно распространите этот ролик. А во-вторых, местные начальники считают, что могут в тиши своих кабинетов издеваться над людьми и как бы спокойно жить дальше. Но они ошибаются. Итак, на экране вы видите телефоны мэра города, главного врача, заместительного главного врача по кадрам, дежурные части МВД Панджиро-Суджинскому городскому округу. И вы можете звонить из любой точки нашей страны и требовать прекратить вызовы работниц по одной допросу и иное давление, прекратить незаконные требования об их переводе, прекратить сокращение в больнице. Также мы призываем звонить в приёмную губернатора Кемеровской области и требовать остановить незаконные действия в Анжиро-Суджинске. Вы видите телефон губернатора Кемеровской области Цивилёва Сергея Евгеньевича. Естественно, обратите внимание, что в Кемеровской области разница к московскому составляет плюс 4 часа. И все должны понять следующее, что те люди, которые разваливают здравоохранение сейчас в нашей стране, они уже сейчас получают медицинскую помощь за рубежом, в Израиле, в Германии, в Соединённых Штатах, в Англии. А мы, большая часть населения, остаёмся здесь у разбитого корыта. Поэтому призываю всех проявить солидарность, потому что это касается каждого. Спасибо.